Творить добро не так уж и сложно. Нужно лишь объединить усилия, что сделали руководители клуба туристов «Горизонты Урала» и «Приюта для животных». Благодаря их стараниям сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, попали в новогоднюю сказку. Перед Новым годом даже взрослые верят в сказки, а уж дети тем более. Ребят, которые живут в социальном приюте, пригласил на новогодний праздник сам Дедушка Мороз. Он приготовил для них много конкурсов и развлечений. Дети настолько воодушевились, что наперебой рассказывали нашей съемочной группе о том, что им больше всего понравилось. Мне больше всего понравилось играть, бегать, особенно на санках кататься. Будем на лошадях кататься, на горке кататься, елку украшали еще тут. Мне понравилось ездить на санях катать, на тапочках бегать, когда мы играли около елки. На празднике было 14 детей от 6 до 17 лет. Несмотря на разный возраст, выглядели ребята очень дружными и сплоченными. Хорошее настроение, сюрпризы и горячий борщ помогли детям забыть о неприятностях и ссорах. Для наших детей это важно, потому что, к сожалению, они не так много радости в жизни видели. Но я думаю, этот праздник у них останется надолго в памяти и будет, наверное, одним из ярких, запоминающихся. Ну и надеюсь, что нас впереди, нас, наших детей, ждет очень много новогодних праздников впереди. Мы улучшили момент и попросили Деда Мороза передать привет семьи Ассам и поздравить их с наступающим Новым Годом. Я поздравляю всех жителей МИАСа от малого до великого с наступающим Новым Годом, чтобы у всех в наступающем году было как можно больше светлых, радостных, солнечных дней и как можно меньше пасмурных. В совместных планах клуба туристов и приюта для животных еще много мероприятий, которые помогут детям-сиротам улыбнуться. А еще организаторы надеются, что другие предприниматели продолжат эстафету добрых дел и проведут новогодние вечера для ребят.